Братья-месяцы Братья-месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Название свое получил от латинского новом – 9. Один из четырех месяцев длиной в 30 дней. Последний месяц календарной осени в северном полушарии – весны в южном. Ноябрь завершает осенний природный цикл. На Древней Руси месяцы не по порядковым номерам нарекали. Ноябрь из-за неустойчивой холодной погоды, самых темных в году ночей, сырости и грязи имел много названий. Одни, видимо насмотревшись на застывшие под ледяными порывами ветра груды замерзшей земли, этот осенний месяц груднем звали. Другие, устав мокнуть под бесконечными проливными дождями, называли ноябрь гнилицем. А третьи, глядя на голые черные стволы сбросивших листву деревьев, его единолистником окрестили. А еще, в зависимости от характера погоды, ноябрь то полузимником и студенцом слыл, а то и в разряд месяцев листопадников перебирался, удивив всех неожиданным по эту пору теплом и солнцем. Но такое крайне редко случалось, да и не тепла, а снега все больше ждали от него соскучившиеся по свету люди, ведь ноябрьские ночи до снега темны, а он, как правило, к концу месяца прочно на землю ложился, оставаясь на ней до самой весны. А как же иначе? Ноябрь – сентябрь внук, октябрь – сын, зиме – родной брат. В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается. В ноябре снега надует, хлеба прибудет. А если при этом и лед успеет покрыть прозрачным панцирем пруды да затоны, на небывалый урожай зерновых можно рассчитывать. Некоторые животные в месяце ноябре впадают в спячку. До выпадения обильного снега ложится в берлогу накопивший жиру медведь. В теплой глубокой норе спит барсук. Под кучей старого хвороста или в трухлявом пне – еж. В зимний сон залегла янотовидная собака. В уютном убежище зимует бурундук. Заканчивается ленька у лисиц, белок, зайцев, горностаев и других зверей. Они одеваются в теплые зимние одежды с защитной окраской. Заяц-беляк, например, имеет пышный чисто белый мех. Черными остаются лишь кончики ушей. А у горностая только кончик хвоста остается черным. Сам же он весь снежно-белым становится. Заяц-русак значительно посветлел. Спинка у него пепельно-серебристая, грудка охристая. А вот белка стала пепельно-серой. Обзавелись крепкими зубами волчата. Взрослые волки сменили бурый мех на серый. При глубоком снеге они будут держаться с санных дорог, особенно по ночам. Легче им перебираться по твердому снегу. Сейчас же залегают серые на дневку в мелколесье, по опушкам и заросшим болотцам. Набрали жиру исконные обитатели русского леса кабаны. Отъелись на щедрых осенних кормах. Чтобы уберечься им от клыкастых волков, они держатся семьями. В холодную ненастную погоду кабаны ночуют в лесу в ворохах листвы. В месяце ноября у них начинается период спаривания, гон. Скитается в чищебах и по оврагам леса. Ждет снега. Вот уж когда можно будет помышковать-то. С первыми холодами появляются у нас пернатые гости из северных мест. Красногрудые снегири, серенькие чечетки, нарядные хохлочи с веристели. Намного больше, чем летом, возрастает число и пестро окрашенных щеглов, тоже за счет прибывших с севера. Иногда залетают и красивые щуры. Интересно отношение этой птицы к воде. Очень любит купаться. Даже зима этому занятию не помеха. Вот такой этот месяц. Ноябрь. Братья-месяцы Братья-месяцы Братья-месяцы